Мы продолжаем выпуск. Необходимости и порядок проведения общественных слушаний обсудили на заседании администрации. С одной стороны, мнение граждан, например, в вопросах строительства важных объектов, необходимо. С другой, чтобы общественный контроль работал, нужно правильно разработать его порядок. С подробностями Валентина Чибичек. Управление государственного заказа разработало положение, согласно которому в округе будут проводиться общественные слушания. На федеральном уровне граждане могут высказать свою позицию по проекту, если его стоимость выше 1 миллиарда рублей. Госзаказ предлагает снизить ценовую планку от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей. Предусматривается, что общественные слушания будут проводиться в форме публичных очных слушаний, в которых смогут принимать участие любые заинтересованные физические и юридические лица, которые вправе будут задавать вопросы, относящиеся к закупке, представлять свои замечания и предложения, на которые мы обязаны будем ответить. Однако общественные слушания будут иметь реальную силу, если будут проводиться до проведения торгов, а не после. Иначе какой смысл принимать предложения и замечания от населения, когда торги уже состоялись и деньги заложены в бюджете? Именно такой порядок разработан в проекте положения на сегодняшний день. Наша задача – пройти первое слушание в собрании депутатов, убедить депутатов наших о том, что нам это необходимо, а дальше нам необходимо убедить в этом наше население. Если население говорит, что этот объект нужен, проходит общественное слушание, тогда давайте будем объявлять торги и будем производить все эти процедуры. Еще один вопрос вызвал активное обсуждение – государственная поддержка по переселению граждан в благоприятные районы. Программа не предусматривает переселение граждан в Архангельск, поскольку он приравнен к району Крайнего Севера. Граждане, которые планируют въезжать в благоприятные районы, кроме районов Крайнего Севера, они не могут приобретать квартиры и в районах, приравненных Крайнего Севера. Сегодня в очереди по переселению стоят около 200 человек, и окончательные изменения в программу будут внесены с учетом пожеланий и предложений всех переселенцев.